Шаббат шалом! Мира и добра всем добрым людям! Шановные друзья украинцы, щиро витаю вас у всех! У нас суббота, 26 марта 2022 года, в Киеве, зараз 9 часов 16 минут. Сегодня у нас интервью, и наконец-то в нашем сыровом мужском коллективе появляется прекрасная дама. Сегодня мы беседуем с волонтером, с одним из многих волонтеров, которые по всей Украине решают уйму всяких важных гуманитарных вопросов. Гостя нашего зовут Татьяна. Татьяна, доброе утро! Слышите ли вы меня? Доброе утро, Марк! Да, я вас прекрасно слышу. Отлично! Я знаю, что вы волонтерили уже и в 2014-2015 году, а сейчас расскажите, как для вас лично началась эта война? Вы знаете, война застала меня в Америке. Мы поехали по программе Open World в Америку. Ах, вон как! Да, я была в Америке в тот момент. И первое, конечно же, сообщение, которое я получила, я случайно, у нас в то время была уже ночь. И когда я получила это сообщение, естественно, первое, что у меня было в голове, это вернуться обратно. То есть мы по программе должны были дальше перелетать в другие штаты. Вот. Но взвесив, наверное, все моменты, связанные с моим решением, я все-таки приняла решение остаться и пообщаться. У нас было очень много встреч с ангрессменами. И мы посчитали на тот момент, ну и я в том числе, что основная наша миссия на тот момент – это была донести информацию, потому что мы-то имели прямой контакт с Украиной и получали информацию отсюда. И я посчитала, что нужным и важным встретиться с конгрессменами и объяснить им, что происходит. Потому что я в войне с самого начала, с 2014 года, поэтому я понимала, что это такое. Я занималась в том числе и беженцами, которые были из Луганской, Донецкой области. То есть эту картину можно было донести только лишь от имени людей, которые понимали и ощутили это на себе. Первую же ночь, вот когда случилось, ну у нас эта ночь была на тот момент, мы сразу же собрались и поехали на акцию протеста под российским посольством. Познакомились там с диаспорянами нашими, которые тоже туда приехали. И на следующий день буквально наши девочки поехали с этими людьми и было закуплено гуманитарной помощи на 25 тысяч долларов в первый день, на 25 тысяч долларов во второй день. Потом начали приезжать к нам целые чемоданы гуманитарной помощи. И мы приехали в Киев с 50 чемоданами и тактических аптечек, и различных медикаментов, и вплоть до дронов, до сателлитной связи. То есть я увидела мощь украинской диаспоры в Америке. Постойте, постойте, постойте. Как вы смогли доставить через океан 50 чемоданов? Абсолютно спокойно. Вы бы видели нас в аэропорту. Конечно, американцы были в шоке, потому что у каждого из нас было по три чемодана. И спасибо им огромное. Они оплатили этот груз. Это была достаточно серьезная сумма, 7,5 тысяч долларов они заплатили. Но это были рации, это были, я же говорю, аптечки, это были плитоноски для бронежилетов. То есть это было действительно полезное. Татьяна, я хочу, стоп, передавиться газетой «Правда», я хочу понять, как это все происходит. То есть просто вот некая команда девушек, женщин, просто покупает билеты и просто как свой личный багаж затаскивает, ну, там, затаскивает с помощью крепких мужчин 50 чемоданов. Да, да. То есть это не было через какую-то организацию, там, транспортную компанию. Нет. Просто взяли и потащили. Отлично. Взяли и потащили. Причем ехало нас 12 человек до Польши. Из Польши в Украину с этими 50 чемоданами мы уехали втроем. Я, Ирина Костенко и Маша Назарова, и мы втроем, да, спасибо огромное, волонтеры во Львове нам помогли все это перегрузить на Киевский поезд, потому что мы ехали электричкой в совершенно ужаснейших условиях, в холоде. Естественно, в Америку мы оделись очень легко, но потом мы все это перевезли в Киев, нас встретили здесь. Мы сразу же часть отвезли в военный госпиталь, потому что там были целенаправленные передачи, часть ушло сразу же на подразделения, на боевые позиции. То есть мы приехали, привезли это все на склад. Спасибо огромное опять-таки коллегам, волонтерам, которые предоставили нам склад для этих 50 тысяч чемоданов. И буквально сразу же начали приезжать подразделения и забирать всю эту амуницию. По госпиталям очень много развезли. То есть вот так, да, в три девочки, которые... То есть это просто сели в электричку поезд и поехали. Я пытаюсь понять сам и донести до слушателей, что это просто делают люди. Вот такие же, как вы, вот села в электричку, в зубах два чемодана, в руке три чемодана, и, значит, оно себе тихонечко поехали. Вы знаете, я очень благодарна польским моим партнерам. Я просто после того, когда в процессе войны еще, да, действующей, меня пригласили работать в Министерство здравоохранения. Я возглавляла экстренную помощь Украины и в свое время, вот в это время, так, обросла, скажем так, социальными такими большими связями, в том числе и в других странах. И я очень благодарна Роберту Голландсковске. Он возглавляет экстренную авиа, да, вертолетную такую службу в Польше. Он встретил нас, он накормил нас, он помог нам с этими чемоданами, и нас посадили в эту электричку. То есть нас сопровождали там польские наши партнеры, которые и сейчас передают очень много гуманитарной помощи, включая машины скорой помощи. И вот Роберту просто низкий поклон, потому что это мой друг, и он очень помог нам в наших передвижениях. Дорогие слушатели, я вас заверяю, мы не договаривались, Татьяна, об этом сценарии, но мы еще раз с вами услышали, что Польша и польские люди, польские граждане действительно оказывают максимально то, что могут сделать. И это отмечают практически все по любому пункту. Хорошо, теперь, значит, вы оказались в Киеве плюс-минус, ну плюс-минус примерно это было когда уже там, середина марта, начало марта? Нет-нет, это было начало марта, это было, по-моему, второе, первое, мы вылетели, да, это было третье, четверо, я практически добираю, да, самое начало. То есть вы здесь уже давно, ну как-то все это уже давно у нас происходит. Теперь, пожалуйста, вот это очень даже интересно, что вы прилетели из-за, мало того, что из-за океана, вы прилетели из мирной совершенно жизни. Вот расскажите нам, как оно, вот вы вышли на вокзале и посмотрели вокруг себя, что из себя представлял тогда Киев, что он сейчас представляет? Как там все это смотрится? Как там люди? Что там? Там страшный пустой город, или там живой город, или это город, где все гудит, и люди перебежками движутся? Как там сейчас все? Вы знаете, я живу в таком районе, где постоянно это очень приближенная зона к активным боевым действиям. То есть когда я утром выхожу гулять с собакой или вечером выхожу гулять с собакой, я слышу эти взрывы, я слышу выходы орудий. И, знаете, я спокойно абсолютно к этому относилась с точки зрения того, что я уже побывала в таких условиях, и, возможно, для меня это не было чем-то новым. Но один случай, который произошел совершенно недавно, как-то отложил на мне впечатление. Я поняла, что Таня – это уже очень близко. Я утром вышла к машине, чтобы ехать уже дальше работать, и услышала такой непривычный свист. И буквально там секунды, и я увидела уже такую черную тучу. Естественно, я села в машину, поехала туда, горел дом, горела машина рядом с домом, было очень много раненых, ну, там, порядка 12 человек. Мне вывели мальчика, 8 лет, у него была разорвана рука, была разбита голова, рассечена. Вот, и, знаете, это уже, конечно, не то, что ты слышишь где-то далеко, а это вот оно рядом. Я отвезла одного раненого в больницу, сразу же позвонила. Слава Богу, у меня очень много контактов. Я позвонила руководителю больницы, вот, и говорю, к вам везут раненых, поэтому будьте готовы. Вот, и я привезла раненого туда, до этого мой друг привез туда двоих раненых, и уже потом скорая помощь, этого мальчика сразу в скорую помощь посадили, и, в общем-то, эти люди уже им оказывали помощь на территории больницы. И дальше у меня, мне нужно было вернуться обратно, потому что те первые двое раненых, которые поехали в больницу, это были муж и жена, и у них остались там сын и бабушка. И мне нужно было их отвезти в безопасное место, и вот в процессе нашей поездки в это безопасное место этот мальчик мне рассказывает, что они выехали из окружения, они 14 дней были в окружении, переехали в этот дом. Они подумали, что здесь, может быть, будет более безопасно, чем там, где они были, потому что у них забрали все, россияне забрали все, включая мобильные телефоны, то есть они были без связи там, и, в общем-то, они подумали, что они приехали в безопасное место, и, к сожалению, в их дом прилетела ракета. И вот я их перевезла в то место, где их уже ждали родственники, и в процессе этой дороги я поняла, насколько я близка к этому страшному, я даже не знаю, как это назвать, что сейчас происходит. И я понимаю, у меня очень много приходит сообщений, когда я читаю эти сообщения, я плачу, потому что это сообщение, что, например, в Буче лежит человек, который с ранением, который лежит в Канаве. Спасите, помогите, а мы не можем его оттуда достать, потому что там россияне, и бригада эвакуационная, они не могут просто туда доехать. И вот я читаю эти сообщения, честно вам скажу, я очень импад большой, и как-то стало, наверное, им больше, когда уже в военном госпитале поработала с ранеными. И я понимаю, что этот человек умирает, и у меня таких сообщений в день приходило очень много, ну, в самом начале, и я понимаю, что эти люди просто заживо умирают, лёжа в Канавах каких-то на дорогах, возле машины, у того спина прострелена, у того руки прострелены, у того ещё там нога и так далее. И ты понимаешь, что ты не можешь спасти людей. И вот недавно мне написали из израильской группы, диаспора израильская, которая в Киеве, Таня, пожалуйста, есть хоспис, вывезите их оттуда. А они находятся в Клайфдиево, и это тоже оккупированная на сегодняшний день территория. И я понимаю, что эти люди, у них уже практически нет ничего. Там осталось две санитарки, 12 лежачих людей, которых, правда, если бы нас туда пустили, мы бы могли их вывезти, но, к сожалению, туда никто не пускает. И я понимаю, что эти две санитарки – это героини. Это люди-героини, которые остались там, несмотря ни на что, и ухаживают за этими лежачими больными. Работа в хосписе – это вообще героизм, даже в мирное время. Я тоже так считаю. Я, к сожалению, знаю, что это такое, да. Я тоже так считаю, и поэтому я считаю, знаете, есть герои войны, которые нас защищают, а есть герои, о которых никто никогда не слышал и не знает. И я считаю, что таких людей тоже очень важно замечать, отмечать и поддерживать, хотя бы морально. Я не знаю, но, в общем-то, таких историй у меня очень-очень много, и я понимаю, насколько это сложно. Во-первых, небезопасно для себя лично. Во-вторых, это тяжелый физический труд, и вот эти девочки-волонтеры, вот мы вчера встречали передачу, передали тоже израильские коллеги, и мы вчера приехали на вокзал, и эти коробки, и я смотрю, как девчонки. Я сама ношу, у меня каждый день там 40-50 коробок, которые я должна занести, вынести, разобрать. Спасибо огромное моим коллегам, которые помогают это все делать. И таких вот, скажем так, самоорганизованных ребят огромнейшее количество. Я уверена, что наша страна, она не сдастся никогда, и эти люди никогда не сдадутся никому. И вот только благодаря этой самоорганизации мы выстояли в 2014 году кордоны Луганские, Донецкие. И я уверена, что сейчас точно такие же люди, благодаря вот этой самоорганизации, будут отстаивать кордоны Киева и других городов Сумы, Харьков, Чернигов. У меня очень много друзей в Чернигове сейчас. Мы потеряли своего близкого человека там, благодаря которому спасли жизнь 30-ти другим людям. И я благодарна невероятно тем людям, которые рискуют своей жизнью, которые, защищая свою жизнь, спасают других. И знаете, мне, Марк, задали недавно вопрос. Таня, почему? Выезжай. У меня очень много коллег, которые ждут меня в огромнейших фондах в Польше. Таня, ты здесь нужна. Приезжай, пожалуйста. Ты нужна. Ты будешь разговаривать со всем миром здесь. Ты поможешь здесь больше. Я говорю, нет. Я общаюсь здесь напрямую, с больницами, с пострадавшими. Я вижу, что здесь нужно. Давайте я буду здесь. Я буду вам давать всю информацию. Но я здесь, я на месте. Я вижу, я приезжаю, я общаюсь с докторами. И мне это дает больше. И то, что они, нет, Таня, а ты не боишься умереть? Я говорю, нет. Ну, не боюсь я умереть. То есть, если моя судьба такая, то она меня застигнет где угодно, в каком угодно месте. Но мне, я понимаю, что когда я нахожусь здесь, мне это дает силы. Мне важно это. Понятно. Есть такое мнение, что от судьбы не уйдешь. Есть такое мнение. А теперь вот расскажите, что за люди, как они… Еще раз, я хочу понять совершенно просто и конкретно. Вот откуда берутся эти люди, которые помогают вам на вокзале грузить коробки, которые потом их на своей частной машине везут? Это просто делается по личным контактам? Я знаю Васю, Вася знает Петю. Петя позвонил двум друзьям. Или какой-то, ну, есть там координирующий центр в Киеве, где эти волонтеры могут, ну, там, находить свою задачу? Вы знаете, вот из моей практики это просто люди обычные, мои какие-то знакомые, незнакомые. Меня очень много знают в Киеве, и поэтому даже мои друзья, когда к ним обращаются, вот я бы хотел помочь, я бы хотел. У меня есть машина, я могу перевезти. Мне просто звонят и говорят, Таня, есть человек, который имеет машину. Таня, есть человек, вот у меня из Израиля мой друг написал, говорит, Таня, у меня волонтер, которая находится во Львове, пожалуйста, я тебе доверяю. Можно ли я тебя с ней скоординирую? Она позвонила мне, я сказала, вот смотрите, для такой больницы нужно это, для такой больницы нужно то. Она мне передала 10 коробок гуманитарной помощи, мы здесь ее отсортировали и развезли. У меня есть очень много знакомых, которые просто в Фейсбуке пишут, Таня, мы готовы помогать, что делать? Есть люди, которые готовы, я вот могу ухаживать за там лежачими больными, я могу там лекарства носить, я могу готовить. У меня девочки, которые тоже занимали там достаточно большие посты и были бизнесменами большими, они сейчас на кухне готовят для террабороны еду. И это не стыдно, это не, она говорит, Таня, посмотри, я вот из такой стала посудомойкой. И это круто, на самом деле мы говорим о том, что люди, даже которые имели большой опыт в топ-менеджерских, да, там топ-менеджерский опыт в больших компаниях, абсолютно самоорганизовался, и кто где себя нашел, кто где с кем сконтактировался, потому что сейчас очень много нужно, это же не только, есть еще быт определенный, да, есть люди, которые просто готовят этим ребятам, им развозят там на блокпосты, в подразделения еду. Есть люди, которые помогают продуктами. Вот у нас в группе, прямо у нас есть очень огромные группы, такие чаты, где мы друг другу передаем какую-то информацию, и там пишут, там, у нас есть продукты, куда можно везти, мы понимаем, что эти, эти, эти готовят. У меня вот буквально недавно был запрос от больницы скорой помощи, Танечка, пожалуйста, нам нужна вода, у нас нет воды. Но я водой не занимаюсь, но я знаю, что есть Таня у нас такая, очень крутая девочка-волонтер, мы ее называем у себя рыжая, вот, байкер. И я ей позвонила, я знаю, что она занимается. Танюш, пожалуйста, помоги больнице скорой помощи. Все, уже на утро у них была вода. Что значит, секунду, секунду, секунду. Вода имеется в виду чистая, правильная питьевая? Питьевая обычная вода, обычная питьевая вода, потому что у них большое количество людей, которые находятся сейчас в больнице, включая персонал, а не было питьевой воды. И поэтому... Но это не потому, что перебит водопровод, а потому что нужна качественная вода. Об этом не говоришь. Качественная вода, да. Ну вот то, что в бутылях, в этих самых пятилитровках продается в магазине. Да, 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 именно вода, которая... Качественная питьевая вода. Да, качественная питьевая вода. Ясно. И вот таких случаев за день у меня может быть миллион. Тане нужны бронежилеты, Тане нужны каски. Но Таня знает, где это можно взять, поэтому Таня направила к тем, кто этим занимается. Каждый взял какую-то определенную сферу свою. И вот таким образом... То есть вы, как я уже понимаю, благодаря вашему опыту и личному таланту, вы в этом оркестре фактически являетесь дирижером. Лично вы на скрипке не скрипите. Понятно. Если долго говорим и начинаем приближаться к завершению. Если можно, если... Не в смысле, что это секретная информация. Можно ли вообще сделать такой... Какой-то, можете вы сказать, портрет, возраст. Вот возраст этих волонтеров киевских, пол, возраст, пол образования. Или настолько разношерстная публика, что трудно сказать. Вы знаете, это настолько разношерстная публика. Я не знаю, у меня есть ребенок моей подруги, которая еще с 14-го года была с нами там на всех этих волонтерских движениях. Ей сейчас, насколько я помню, 14 лет. И она вместе со своей мамой, которая была ранена в 14-м году, занимается и помогает. И таких детей очень много. И есть люди, которым уже далеко за 60. Вот у меня дядя Вова, который мне привез гуманитарную помощь. Он говорит, Таня, так и называй меня, дядя Вова. Ему уже за 60, но он тоже помогает. Есть женщины, есть мужчины, есть ребята молодые, есть постарше. Абсолютно разный возраст тех людей, которые сейчас помогают. И я не могу сказать, что это... Таня, а что может делать 14-летний подросток полезного? Перебирать гуманитарные грузы. Абсолютно спокойно. И вы знаете, они с детства были в госпитале. Вот я была в военном госпитале, у нас была одна пара детей. Девочке было одной 12 лет, второй было, по-моему, тоже 14 лет на тот момент. Они ухаживали за раненными. Они ухаживали за раненными. Они были там с утра до вечера. Они сейчас выросли. Одна уже стала мамой. Но в любом случае я понимаю, что есть родители, которые просто со своими детьми. И дети это понимают. И они хотят этого. И поэтому совершенно разный возраст и совершенно разные категории людей. Менеджеры, айтишники. Многие, например, каждый в своей сфере. Таня, я айти-специалист. Скоординируй меня, пожалуйста, с анонимусами. Я буду с ними работать. Таня, я водитель. Я могу ездить, грузы перевозить. Таня, я водитель. Могу сесть на машину скорой помощи. Вот нам американцы передали 11 машин скорой помощи буквально в первые дни, как мы только сюда прилетели. Я отдала 6 машин на волонтерские бригады. И они сейчас эвакуируют людей, раненых, абсолютно сопровождают эвакуацию людей, когда вывозят из Арпеняга, Гастомира, эти гуманитарные коридоры. То есть эти люди, есть мужчина, которому уже далеко за 50, и женщина, которая далеко за 50. И есть молодые ребята 30 лет, 20 лет. То есть это настолько разношерстные, скажем так, и возрастные категории, и профессии. Это называется словом «народ». Народ, так это и называется? Народ. Народ Украины. Да, и благодаря этому народу мы… Так, теперь, Таня, движемся теперь с совершенно конкретным и правильным вопросом. Вот живет в Киеве человек. Он не знает телефона Тани, но он хочет помочь, имеет какой-то потенциал, машинка там у него. Просто руки здоровые, может коробки носить по 5 штук сразу. Что ему делать? Куда ему звонить? Я, к сожалению, сейчас точно не помню название, но я могу прислать ссылку, и мы его прямо можем опубликовать. Мы все это разместим, разумеется, это будет в описании видео, это будет в первом комменте. Да, и там он создан государственными службами, и там четко есть. Я хочу помочь, мне нужна помощь. И заходя на этот сайт, вы можете определить, какой вид помощи вы можете оказать, или какая помощь вам нужна. Очень многие волонтерские большие организации тоже размещают у себя на сайте ссылки. Я знаю, что многие фонды, огромнейшие волонтерские фонды, общественные фонды, да, они тоже пишут, мы принимаем такую-то помощь, мы раздаем такую-то помощь. То есть это все есть, оно уже создано еще с начала 2014 года, потому что, ну, война-то у нас началась в 2014 году, и это все мы уже прошли тогда. Вот, и то, что сейчас государственная служба включилась, в 2014 году государственная служба так не включалась. И все это делалось только лишь руками вот таких вот людей, как я, о которых я говорила ранее. То есть сейчас есть сайт, мы дадим ссылку на сайт, и, пожалуйста, кто хочет, может зайти туда посмотреть. Вот, и, конечно же, очень много есть контактов. Знаете, у всех же есть соседи, все прекрасно понимают. О, это Людочка-волонтер, это там Ванечка-волонтер. И они обращаются. У меня очень много личных запросов именно от соседей моих, от моих каких-то знакомых, да. Вот, поэтому это все либо на личных контактах, либо через сайт. И вторая часть, и последний практически полезный вопрос. Нас, ну, просмотры моего канала вы, наверное, видели. Меньше, чем 200 тысяч, если просмотров, то я начинаю с Димой советоваться, что произошло, почему у нас такие низкие просмотры. То есть нас увидит большое количество людей и тех, кто в Украине, и еще больше 70% вне Украины, которые имеют возможность оказать помощь финансами. Ну, они, другой возможности у них нет, если человек в Австралии нас слушает. Мы постоянно сообщаем, под каждым видео у нас есть реквизиты, ну, таких больших централизованных, централизованных структур. Ну, там, повернись живым, гуманитарная допомога. Но многие люди испытывают, может быть, оправданное вот такое вот скепсис. А, большая контора, я туда пришлю деньги, они исчезнут, и хрен его знает, что с ними сделают. Ты нам лучше скажи, что мы с конкретного человека, вот конкретным людям, мне как-то переводить деньги ловчее. Поэтому сейчас, ну, просто я вас прошу и озвучиваю это в эфире. Вы, после как мы с вами завершим, просто какие-то укажете там реквизиты, вплоть до того, что там просто ваша персональная, ваша банковская карточка. Просто ваша карточка, или там какая-то еще вот такие реквизиты, чтобы можно было конкретно тем людям, о которых мы говорим, в частности, вы, в частности, ваши коллеги, ваши помощники, чтобы можно было оказать и помощь финансовую, понимая, что финансы тоже нужны. Хорошо. Хорошо. И то, что вот постоянно я слышу, вот там вот из Польши что-то закупили, приезжают коробки. Эти коробки же, их кто-то должен был там в Европе оплатить. Это как происходит, скажите вы мне? Это происходит сначала деньги вам, потом вы платите в Европу, потом оттуда едет коробка, или это можно и нужно сделать покороче? То есть, есть ли какие-то там структуры в Европе, куда можно просто еврами привезти? Вы знаете, я, к сожалению, не оплачиваю ничего, и я не знаю, каким образом там это все происходит. Я получаю просто эту гуманитарную помощь, я даже не влазила в эти финансовые вопросы. Я знаю точно, что есть в том числе и международные фонды, которые находят, вот сейчас меня приглашают в такой фонд в Польше, да, который закупают, пересылают. Но у меня есть украинские мои коллеги, которым я очень доверяю, которые закупают очень много всего. И это два фонда, о которых вы говорили ранее. Они, да, достаточно крупные, они работают с большими крупными фондами американскими, я знаю, ну и вообще по всему миру. Но вот, кстати, вы сказали, Марк, про Австралию, так вот, ко мне прилетела одна посылка из Австралии. Вот буквально вчера я ее получила вместе с израильскими моими посылками, поэтому я благодарна Наталье, которая из Австралии прислала в Польшу, и из Польши она ко мне доехала в Киев. Вот, это действительно нас видят и слышат все и помогают все. Я вам дам фонд Тата Кеплер, это тоже наша общая знакомая такая, которая сейчас занимается и закупает много всего, включая медицину. Мы больше концентрировались в медицине, да, это тактические аптечки, это то, что сейчас необходимо, потому что моя подруга Ира Костенко, она сейчас инструктор по тактической медицине, и мы тоже концентрируемся на этом вопросе, потому что каждый день она обучает группы людей для того, чтобы оказать себе помощь в случае ранения, да. Поэтому вот тактические аптечки, каждый день я получаю, например, от больниц их потребности, и мы стараемся все, что я могу там своими силами закрыть, либо обращаюсь к Красному Кресту, и это большие фонды. Я знаю, что Всемирная организация здравоохранения очень помогает сейчас и развозит, потому что я еще и консультант на данный момент Всемирной организации здравоохранения, я начала работать с ними с февраля месяца, и видите, так получилось, что моя тоже работа сейчас связана с ними, в том числе Всемирной организации здравоохранения, которая помогает в больницах. Но я больше концентрируюсь на медицинских вопросах, хотя Тата, я знаю, что закупает не только это, но и тактические вещи, средства индивидуальной защиты для ребят. Здесь я хочу опять же пояснить тем, кто нас слушает, но не все понимают, о чем говорите вы. Дело в том, дорогие товарищи и друзья, что за те 80 лет после Второй мировой войны медицина ушла очень далеко. И если раньше раненого бинтовали вот этим вот марлевым бинтом, который потом надо было отрывать вместе с кусками мяса и кожи от живого человека, сейчас все очень продвинулось, есть современные высокотехнологические перевязочные материалы, все это дорого или очень дорого, но это помогает, это помогает лечить людей, это сохраняет жизнь людей, раненых людей, причем это и военные, это и гражданские. То есть я поясняю для тех, кто может быть даже испытывает какой-то скепсис по отношению к тому, кто тут прав, кто тут виноват в этой войне, но в любом случае то, о чем говорит Татьяна, это именно медицинское, прежде всего, современные материалы, это то, что может спасти жизнь и раненого солдата, и раненого ребенка, и, между прочим, раненого военнопленного. Поэтому здесь, помогая в этом деле, вы совершенно, если у вас есть какие-то там религиозные, может быть, представления о том, что не надо подливать, значит, вооружение в войну, это не вооружение, это чисто гуманитарная помощь страдающим, раненым, больным людям. Значит, Таня, я вас благодарю, я бы, конечно, вас слушал и дальше, но я понимаю, что есть пределы восприятия просто вот людей. Надеюсь, главное, наши слушатели поняли. Еще раз повторяю, что то, что вот реквизиты полезных вот таких вот фондов, которые можно, через которые вы можете оказать помощь, мы разместим в описании к видео, мы их разместим в первом закрепленном комменте, поэтому все, кто имеет возможность и желание, смогут этим делом воспользоваться. Задаю, как всегда, последний вопрос. Что я у вас не спросил, что вы хотели сказать, но я об этом забыл спросить. Вы знаете, я, если можно, вот мне бы хотелось произнести слова благодарности всем тем людям и всему миру, всем странам, да, всем нашим диаспорам, которые находятся. Я очень благодарна за то, что нас поддерживают извне. Я невероятно благодарна тем людям, которые находят в себе силы. Все-таки мы находимся в небезопасной на сегодняшний день зоне, но мы остаемся здесь все вместе. Я считаю, что это сила вселенная. Я хочу поблагодарить каждого из этих людей, которые на своем месте пытаются устоять, да, от этого монстра российского, который нападает, напал на нас. Вот, и, конечно же, я хочу поблагодарить вас, Марк, что вы остаетесь на связи, вы рассказываете о том, что здесь фактически происходит, и открываете в том числе и тем людям, которые находятся вне Украины, глаза на то, как здесь, как мы живем, что мы делаем, чем мы занимаемся. Это очень важно. Мне кажется, сейчас донести всему миру, что это война, настоящая война, где гибнут мирное население, где гибнут наши мужья, наши братья, наши девочки. У нас очень много погибло за вот этот короткий период времени полномасштабного вторжения. Просто девчонки, которые были медиками и которых, к сожалению, сейчас уже нет. Поэтому я благодарна каждому человеку, который вкладывает, хоть минимальный какой-то вклад, но он делает в то, чтобы мы все вместе выстояли и выгнались со своей земли этого монстра. Спасибо вам, Марк, огромное. Спасибо. Спасибо не мне, спасибо всем, кто прежде всего сейчас воюет. Если мы с вами можем разговаривать в эфире, значит, сейчас тысячи мужчин воюют и обеспечивают нам эту возможность. Спасибо всем волонтерам. Спасибо, Татьяна, что вы потратили так много времени, рассказали нам действительно много интересного нового. Я услышал много нового. Всего доброго. Украина обязательно победит. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!